доброе утро дорогие друзья сегодня понедельник начало новой недели и знаете хорошо бы начинать новую неделю с каких-то полезных глобальных дел я решил что голубятня наша балконная голубятня в которой я на данный момент нахожусь выполняет свои функции неправильно дело в том что она каждый день ежедневно допускает огромное количество кабачков 200 300 штук спокойно многие из них фактически вообще вот большая часть абсолютно здоровая а малыши и больные особи остаются обделенными потому что здоровые птицы все у них забирают склевывают здесь пьют воду купаются и вышвыривают больных и мелких на улицу я решил пересмотреть свое видение данные голубятни и теперь камазы разъездились громкие и теперь это голубятня будет иметь статус вип голубятни вы скажете ну спросите это как так а вот так что сюда мы будем брать только больных особей с нашей стаи и мелких птенцов которые нужно докормить а потом выпустить и также вы спросите стой стой а как же вся эта стая которая здесь кормилась отдыхала и они вот спали все ты что их бросишь конечно нет дорогие друзья эту стаю мы перебазируем вот только что пролетела знаю знают что я здесь эту стаю мы просто перебазировали на лук лужок против напротив дома все то есть они там будут также получать угощение мы также будем выносить их любимую перловую крупу и пожалуйста пусть они кушают только на улице где нет скучности где всем хватает места я думаю эту идею вы поддержите ну а балкон прежде чем заселять и его больными и птицами инвалидами мелкими нужно привести в порядок потому что сейчас он выглядит грубо говоря не очень просто посмотрите ну вот друзья уличные кабачки были все перемещены на улицу вернее как-то я сказал странно голуби которые прилетают прилетали к нам на балкон и все здесь закакивали вот вы видите внизу да со временем стая насчитывала более двухсот особей это очень много для такого маленького балкона все они теперь питаются возле дома на улице на лугу на травушке а здесь я постелю линолеум сначала надо будет убрать весь этот мусор постелим линолеум и вы на этом балконе будут жить скорее всего только голуби которым мы оказываем помощь то есть балкон будут закрыты здесь будут какие так сказать доходяги судьба которых будет решаться и они либо будут выживать либо нет ну знаете они же как некоторые выживают а некоторые с тяжелыми заболеваниями их не получается выходить почему здесь не будет наших домашних кабачков ну потому что для этого желательно вообще застеклить утеплить в лоджию сделать капитальный ремонт чего я не могу сейчас себе позволить да и здесь будут именно пациенты на выпуск таким образом мне не придется делать карантинную зону дома то есть в квартире будут находиться наши постоянные друзья голуби которых мы не выпускаем которые с нами всегда живут вот так очень удобно я подумаю может быть потом пересмотрю этот вопрос может быть в будущем сделаю эту лоджию что-то типа под евро не знаю пока трудно загадывать я еще раз повторяю что это лучше этот балкон да он неудобный он очень узкий вот очень узкий маленький здесь мало места неудобно пройти я со своим не не так сказать неполным телосложением еле-еле здесь втискиваюсь ну что ж друзья хватит молоть языком как говорится пора за работу поехали ну вот 30 процентов работы уже сделано доски я снял их вымыл как мог в принципе можно будет использовать еще в каком-нибудь кустарном строительстве сейчас моя задача вынести эти доски вот они все да у нас есть большая кладовка вот вынесем это все потом здесь мы подметем пол снимем остатки линолеума и будем выметать весь мусор до последнего перышко а потом дальше уже если все пойдет по плану то будем стелить другой линолеум сюда попутно расчищаем вот этот вот старый комод выдвинулся ящики чтоб он стал полегче нужно будет его отодвинуть сзади убрать все перья и тоже снять остатки старого линолеума вот она хламина с этого комода но я продолжаю уборку дорогие друзья пыль она она в нос заходит будьте к пыли благосклонны а то нанюхайтесь того чего не надо ну все подходит концу на самом деле все тут немножко осталось унести буквально и можно стелить линолеум 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 только что жена заглянула сюда как я тут мету с пылью дышу ну слышала что этот болтаю с вами на камеру да и говорит ты без съемки вообще не маша нет это моя жизнь я буду снимать пока кожа моя не сохнет пока глаза не вылезут из орбит пока моя плоть не станет пищи для всего живого я вам говорю что я буду завещать свое тело всем гадам земным всем птицам в лесу вот то есть моё тело в конце жизни должны будут отнести в лес и оставить чтобы поели животные такие дела ну и на месте где стоял этот комод конечно тоже постелил линолеум будет намного проще убираться у нас гость прилетела барабашка конечно же покушать и заценить новое покрытие ну что за жизнь до барабаш целый день летаю когда хочу прилетаю пью от души ем от души на помойках не жару ай не голубь а принц сейчас гулять пойдет ладно барабашка мне надо мусор заносить ты мне поскольку помогать не будешь я пошел все давай хочешь лети гуляй хочешь здесь сиди что хочешь барабашка пошел гулять а я буду продолжать уборку ну что друзья все закончено вот такой вот линолеум был у меня старый кусок я его постелил перед этим разрезал и все теперь будет удобно удобно подметать удобно мыть никаких досок которые впитывают какашки их невозможно очистить и голуби которые у нас будут здесь на передержке они будут наслаждаться домашние у нас здесь нашей как я говорил ходить не будут это будет место так сказать реабилитационный центр для кабачков для временных гостей ну и с этой стороны тоже линолеум обратно вернул этот комод в нем лежат инструменты и всевозможные вещи для голубей очень удобно для вот этих балконных на чтобы эти вещи не были в комнатах здесь своя экосистема своя среда вот эта коробка полная пыли вот она пыль и отходы с балкона здесь перья пыль камешки много голубиного помета из этих каких-то выделений я даже не знаю остатки пищи все что можно вот такой бочина просто хотите аллергию пыли просто высыпаете это в комнате и это будет не только ваша аллергия это будет аллергия для всего мира человечества спаду все это выносить добро главное по пути не это случайно из не споткнуться хоть самое трудное позади осталось еще много сделать поэтому вы отдыхайте пейте чай а я буду работать теперь наверху тоже красота сейчас покажу раньше здесь стояли банки закатки да а теперь это удобная присада для голубей отбил линолеумом чтобы кал можно было помет блин кал кал у людей поймет можно было легко счищать он видите даже не оттирается внизу это вот раньше не было подкладки а теперь удобно сами знаете как с линолеума легко легко все убирать сейчас гвоздики только подобью все очень удобно видите красота близится к завершению он ящички мои инструментики гвоздики обожаю запах гвоздей не знаю вот напишите если вы тоже любите запах молотков гвоздей топоров видите как удобно так теперь надо отсюда спрыгнуть и давай сальто вперед лапа в принципе все готово линолеум на полу есть кому стоит на своем месте тумба это здоровая вверху отбил линолеумом убрал лишний хлам здесь в углу у меня только ведерко осталось кусок линолеума который мало ли пригодится лопата лом потому что против лома нет приема я потратил два дня чтобы здесь все вымыть это как видно балкон не стал особо чище что увидел здесь все осталось это вот пример того что дерево вы никак не отмоете видите здесь уже придется конечно потом в будущем если я надумаю делать пластиковые до лоджию ну а сейчас пока здесь будут жить именно инвалиды которых мы приносим суставе или птицы которых нам приносит до маленький стульчик раздумий вот он и когда я был маленький я на нем сидел это было много много лет назад эти советский советский стульчик ну и вот сверху этот линолеум тоже его удобно мыть все удобно отстает поэтому везде где только можно линолеум потому что голубь инвалиды и молодняк они так фокус они обожают на него серить они вообще серят везде а если это бароненок или чаенок или кто-нибудь так бесконечные какашки ну что друзья вот и подходит концу в этот день я потратил примерно два дня на уборку и еще день чтобы положить линолеум все вычистить как вы видели и то не до конца да еще нужно будет полыть полыть помыть помыть полы и такой по мелочи сделать может где-то прибить желточки где-то сделать места чтобы инвалидам было удобно еще раз скажу что домашних улик здесь не будет здесь будут только ульки доходяги доходяги с улицы надеюсь вас не очень будоражит звуки звуки транспорта ну вот так обязательно напишите как вам эта идея можете еще раз повторить что изначально идея здоровой голубятни со здоровыми птицами она была не очень или кто-то напишет наоборот ну зачем почему ты не даешь кушать здоровым птицам они ведь все хочу вот я знаете дорогие друзья я скажу так что если вы хотите вот так помогать птицам подкормить всех вам всех жалко что они вот кушают на этих помойках да и все вот это делайте это не подкармливайте непосредственно на улице можете возле дома выберите удобную полянку и подкармливайте птицам хорошо на улице они без проблем там едят и возвращаются к себе на чердак когда уже насытились если их приманивает вот на такой чердак понимаете на балкон да они же не знают меры они здесь не только кушать будут они будут кушать спать плодиться размножаться да и это благо у меня очень хорошие соседи на самом деле и для них я устраивал шоу они видели как прилетает это стая голубей со стороны с улицы некоторые снимали на видео волну и в конце даже они сказали у тебя уже прилетает 200 или 300 голубей я сам видел сам вот там тут моя машина на против стоит слушай там надо инфинити она все загажено нормальный бы человек как сказал я вызываю тебя на луну на дуэль твои голуби твои голуби все здесь засрали они вообще они просто ну я ненавижу их вот а у меня средне нормально это все равно после того как это стая вылетает и гадит их машины гадит их верхние и нижние балконы даже они сказали ладно пожалуйста давай теперь будем кормить голубей на улице вот и конечно я думаю они тоже правы все вот такое был вот 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 так вот так стало есть его пришла в голову сумасшедшая идея помните что она на это и сумасшедшая что нужно несколько раз по раскинуть поразвесить мозгами прежде чем приступить к ее реализации иначе вы можете потратить много времени дней и недель месяцев до их конце понять что что же я наделал такое но вот такая голубят не получилось дорогие друзья здесь домашним птицам не место то есть наши домашние там баре чернышки василисы конечно на этом балконе обитать не будут потому что всегда есть риск что на этом балконе будет какая-то часть инфекции которые приносят птицы на передержке которые у нас будут инвалиды вот эти вот все то есть да путь на балкон нашим домашним птицам закрыт может быть когда-нибудь в необозримом будущем если я сделаю здесь глобальный ремонт превращу эту лоджию этот балкон в лоджию да будут эти металла пласти пластиковые окна все вот там все будет по фэн-шую обделка да может быть этот балкон превратится вообще в дом вороны капли или еще что-то но с другой стороны если я так сделаю где будут находиться птицы на передержке у нас просто нет для них места вот поэтому велика вероятность что все таки он будет именно временным пристанищем для гулик которые попали в беду все дорогие друзья я как всегда много болтаю хорошие отличные недели я с вами надолго не прощаюсь берегите себя берегите здоровье подкармливайте бездомных животных им это очень нужно я с вами прощаюсь всего доброго ваш капитан капитан блин ваш птичий капитан будьте здоровы и 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 Ну что, дорогие друзья, а вот и обновленный голубиный балкон, кабачковый балкон в действии. Первые пациенты, то есть как раньше огромной своры нету, есть только птицы, которым нужна помощь. И, кстати, за ними очень удобно наблюдать прямо из комнаты, где я сейчас нахожусь. Всегда можно увидеть, хорошо себя чувствует птица или ей нужно оказать срочную помощь. Птичек лечим, и если все хорошо, они выздоравливают, то в скором времени выпускаем на волю. Никакой шумихи, никакого гулька-столпотворения, только пациенты. Очень удобно. Нам глить не нужно, ребятки. Как выздоровеете, отправляйтесь вы на волю. А мы будем ждать новых пациентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова